всем привет сейчас буду показывать что мы приобрели получили пособие решили приготовить суши очень захотелось ну реально вообще да насти вообще это мы называем конечно же стрельц диета но тем не менее ничего страшного скоро мы и так еще у нас просто понимаете мы увидели рыбу по скидке но и мы просто но не могли пройти импорт кстати очень дешево это дешево 10 10 или 11 10 семьдесят девять посчитайте 11 600 грамм рыбки красные кстати почему-то телефон не передает яркость живую надо хорошее по цвету не пропавший ничего и она до 6 числа до седьмого числа до шестого месяца скорой и уже не знаю скоро через сколько на жизни ну да сегодня 1 до колбаса это какая-то куринка мы ее всегда брали но она кстати самое нормально сваренных типа проверенный вариант германии это срывая купили его за 349 400 потому что мы тоже захотели что я не знаю какой-то просто срыв уже потому что у нас это треба тут казаться на этой девушке или так женщина срывается и нужно есть это можно там можно хорошо можно соевый соус кикаман самая хорошая фирма проекта должны знать все это заправка для суш для риса это креветки 2 евро 100 грамм нормально кстати там это мы покупали тоже скидка на них это тоже для суши это нори все у нас здесь по-моему все по-два 50 2 евро а вот купили вот такую тут такие письменные задания в общем она стоит сколько 1350 давай дальше гильзы закончились дешевые самые вальди почему кстати в чеке было написано 5 килограмм картошка ну смысл 2,5 чтобы еще тогда сказать чеки почему кола литр 25 но авокадо по скидке судья не рассмотрела короче сок 2 евро дорого авокадо 79 центов 50 центов ребята скорее вообще давай дальше огурец для салата в дальнейшем и для суши нам понадобится сыр мы взяли конечно жалко что веса меньше не было и по цене чтобы чуть дешевле да вы там писали берите не нарезной берите поштучно куском именно ну он реально очень здоровый он выметривается надо в чем-то его хранить ну если не особо любим ну давай дальше это просто на такие случаи когда там надо что забить вообще мы никогда не но не добавляем горошек но тут я что-то захотела с ничем филадельфия даже не евро восемьдесят девять вообще мы сейчас такие голодные потому что мы после курсов и приброс по скидке зале чисто потому что по скидке шампион до евро сорок девять и еще 1 авокадо кстати смотрите авокадо да какие разные цена одинаково короче что это закупочка нам обошлась насто во сколько на сколько 50 евро мы знаем что это конечно пипец пипец как дорого но суши мы всегда готовим мы едим два дня ну да слушай это для нас редкость поэтому поэтому будем готовить надеюсь что все получится потому что он у нас уксус уже закончился взяли еще раз такой же который когда-то брали рис вот этот самый нормальный для суши ну да кстати проверенный вариант ребята пишите в комментариях кто вообще готовит дома суши какую какую вы начинку используете вот мы и только рыбу и креветки конечно можно было бы намудрить кучу всего но просто вот сам смысл хотела спросить у ребят вот заходишь давайте или хочешь купить и же суши или пусть сделать доставку но доставки ты не видишь фото везде идет тунец магазине идет продукция в сушах морковка вареная овощи это вообще же какой-то паштет по другому я не назову там какой-то паштет никакой рыбки нет там два кусочка с рыбой может быть и все и одна креветка да сверху просто платить за овощи под шесть семь восемь евро можно взять это вообще невыгодно брать такое и тоненькая рыбка нарезана вообще невыгодно не умеет очень странно удивляет знаю какие у нас суши здесь ну да мы вам потом покажем конечный результат мы не будем снимать как готовим потому что уже неоднократно были видео на канале как настя делает суши мы покажем уже просто конечный результат и также будем делать еще запеченные для этого мы взяли этот сыр то же самое идет рыбка шапочка сверху идет чесночок сыр и майонез в общем это получается очень очень вкусно короче ребята мы побежали потому что реально очень голодные ребята смотрите это наста уже подготовила для запеченных роллов вот сырок майонез чесночок такие классные видите количество рыбы теперь представьте например доставку германии да либо же суши которые в супермаркете тут хотя бы ты видишь что это ты сама делаешь ты сама знаешь сколько хочешь собираем это так какие вот у нас еще получились но не у нас у нас цена 100 у нас послушен сюда сейчас 20 будет разрезать а потом покажем вам да это тоже на запеченные да да жена подносики наши роллы смотрите сколько рыбы насти вообще не пожалеет запеченная сейчас на каждую 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 на каждый ролл до шапочку конечно надо там типа специально пакет мешок или как но у нас все по-домашнему что на свой пакет мешок руки все ребятки смотрите какая красота получилась у нас тут роллы вообще выглядят очень классно нас конечно говорит что нет а я говорю да обратите внимание сколько начинки вообще супер с креветочкой с рыбкой с авокадо с огурчиком просто супер также вот уже запеченные готовы во первых их получилось очень много во вторых они намного вкуснее чем были в доставке а тем более уж покупные так что ребята пишите ваше мнение как вы считаете лучше заказывать либо же готовить самим и вообще любите ли вы роллы из суши всем кто кушает приятного аппетита были показать вам филадельфию такой ролл в морозилке чтоб лучше резался до нас эти кусочки рыбы не пожалела все ребята я так задумалась последнее время может быть я хотела бы стать поваром связываюсь таким вопросом не знаю конечно хотелось бы но я понимаю что это за работа как как она трудно дается режим этот вечно на ногах нужно быть очень тяжелая работа физически я считаю это физическая работа где-то можно тоже есть плюсы свои минусы на ногах стоять какой-то не дай бог штраф что-то не так будет у плиты до жарко это все и я не знаю иногда и как бы хочется себе там голове думаю а с другой стороны понимаешь это все плохо просто реально вкусно готовишь давно не то что вкусно но просто так интересно из стороны я бы хотела бы попробовать поработать нет не прям там знаете профессию пожизненно просто у меня такой эксперимент для себя сделать так попробовать хотелось бы не знаю как германии с этим вообще может может для перну для начала и не нужен немецкий язык ну это на легкую наверное на обычную кухню может и не надо это раз уж такое да так наверное конечно надо и вообще нет наверно можно так язык надо знать очень да хотелось бы хотелось бы не знаю посоветуйте как вообще может это работать поваром германии как вообще здесь какие вообще сферы как работает цену интересно просто может я что-то открыла быть для себя новое не знали все говори сюда у тебя нужно пробовать хотя понимаю нет типа не в жизни это как бы плане там заработка или главной работы пора нет но попробовать себя в этой сфере может быть я хотела там на месяц на два вот так может я бы попробовала но не знаю не знаю но если меня это сильно заинтересовало если певота подклилась может быть и как-то пошло мне джопу есть какой-то да может вы знаете мини-джоп есть я жарю потому что вот сижу готовлю а не редко потому что уже двигаться пробовать что-то новое хотелось бы так что такие дела ребята на этом все напишите нам задавайте вопрос холите реально нас офигенные суши ребята прямо таки она раньше делала конечно и красивее намного да сейчас я не заморачиваюсь по-быстрому делаю по-быстрому этот порезала копки там отдельно как вот а по вкусу даже ничего очень вкусно а если ты захочешь то ты можешь сделать красиво если я захочу да я не смогу идеально сделать да если захотеть то можно идеально сделать но для себя можно и так так что такие дела ребята на этом все всем пока до скорой встречи поставьте пожалуйста лайки подписку пока